здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас второй выпуск спорт микс подкаста и сегодня у нас в гостях довольно известный человек можно сказать легенда нашего отечественного кыргызского спорта Александр Хусаинович Войнов итак я представлю нашего гостя у нас сегодня в гостях чемпион мира по ушу санда 1992 года мастер спорта советского союза по джудо и ушу санда президент федерации кикбоксинга кыргызской республики заслуженный тренер кыргызстана Александр Хусаинович Войнов здравствуйте привет смотри Саш вы родились в Таджикистане можете рассказать немного о семье да я мы родились в Таджикистане потому что у меня еще есть два брата одного я знаю да да ну да младшего да да хорошо так получилось что родители наши мои родители вообще отсюда с кыргызстана да но переехали в Таджикистане по работе папа переехал мама тоже ехала с ним родились мы там соответственно и да это это было я там провел в принципе все детство до 17 лет я был там а вы помните свои детские годы ну конечно помню я же мы же выросли в интернате как не помните там столько событий там можно это отдельно как некая книга насколько я знаю связи с работой вашего папа куда-то перевели и там не было образовательных учреждений да да не было там где там работал работа да там не было еще до школу не построили но нам у нас мы должны были учиться и поэтому мы остались в городе Чикаловске учиться и закончили спорт интернат потому что как бы мы все вместе были в одном месте мы должны где-то жить наверное да и спать и все и так мы стали такими как сейчас говорят никубовскими ребятами ну насчет инкубовских ребят много разговоров как вы я могу только этим очень интересный факт сказать да он очень интересный на самом деле когда я после интерната попал в армию и мне показал что эта армия это детский сад вот так можно сказать ну реально да почему всем казалось что это трудно нам казалось что это классно интересно в семнадцать лет вы переехали из таджикистана в каргастан да разницу ощутили по сути да были какие-то перемены в целом да но разницу я не смог сразу ощутить потому что я потом я буквально через год сразу ушел уже в армию я ушел в армию и получилось так что я практически здесь я очнулся здесь с пониманием того что здесь нахожусь уже в 20 лет получается уже после армии да после армии да после армии да а вообще когда в вашу жизнь пришел спорт он пришел с первого класса до сегодняшнего дня я вот если посчитать сколько лет уже он пришел первого класса когда нам мы вот что самое интересное было то что он бы наверное не пришел к нам никогда спорт я не знаю да потому что ограничения достаточно большие были все равно интернате закрытое помещение закрытое учреждение да но учитывать надо то что вот учитывать то что вот непосредственно бизнес-близости через дорогу от нашего интерната находилась олимпийская база азиатскому олимпийского ну скажем на таджикистан таджикистан или как но это была такая южная олимпийская база на которой тренировались в том числе и представители со всех стран да потому что видимо она принималась как летняя база как вернее зимняя база потому что там погода погодные условия позволяли тренироваться и легкой атлетки другим другим представителя спорта вот круглый год вот и там мы нам удалось мы видели с детства я вот видел с детства и игроков пахтакора там чемпионов мира европы советских спортсменов легкой атлетов многих да и мы видели очень много мы мы вот с детства когда дети еще не знают кто герой твой да а мы уже знали кого на кого мы хотели быть похожими у нас мы прообразе жили ну конечно не все ребята класса да могли позвать могли было интересно да вот именно вот эта эта сторона медали этой жизни ну как не так это не интересно мы приходим огромная база и мы видим таких людей которые просто вот наверное это теле по телевизору иногда видишь или о нем говорят или пишут да ну конечно это интересно было но кого-то тянуло в другую сторону с другой стороны был вокзал железнодорожный вокзал и аэропорт скопление большого количества людей интернатским ребятам тоже там интересно потому что там можно поживиться и даже очень даже неплохо поживиться удовлетворить свой живот пункта говорит даже инстинкт голода это все было и был выбор ну почти вот хорошо что я вошел вправо так говорит да и пошел в другую сторону мне это больше стало и я увлекся и назад затянули спорт я очень рано начал бороться очень данным саша вы призвались в армию уже из кыргызстана из из кыргызстана я призвался в спортроту да через полгода я зачистен был спортрот и где проходила ваше это вот самое интересное она проходит где там где я его смотрю на по телевизору там проход где проходит вот именно специальная военная операция вот это харькове и прямо под харьковом где стояла наша часть и вот я смотрю там такие похожие места ну это такая лесная зона часть большая часть была и у нас была рота была спортрота ну получается для нас украина тоже немного близко потому что я два года тоже служил на украине я в полтавской сначала в черниговской области служил в учебке в лубнах а под в десне а потом уже город лубны полтавская область полтора года тоже на украине прошли саша вы занимаетесь различными видами единоморств то есть занимались и сейчас тоже уши санда дзюдо кикбоксинг и так далее вот когда вашу жизнь пришел кикбоксинг ну надо говорить о том что увлечение боксом достаточно активное увлечение боксом да еще в школе в интернате да наверное все занимали где-то начиная с 7 класса мне кажется я не знаю ребят которые мне одевали перчатки вы помните такие перчатки были ташкентские из из конского волоса завязывались на снорочки такие были ну вот такие интересные перчатки были без супинатора такие мощные я не знаю кто только мы по очереди одевали эти перчатки и рубились пока не пришел человек который начал культурно нас приводить в эту систему ну а так оно пришло ко мне уже после того как я уже вот я по очереди выступал четыре чемпионата ссср я был я я был сборной сборной составе сборной ссср это вы были в составе сборной от кыргызской сср нет сборной сср я был как как чемпион сср я участвовал матчевой встречи с сср сша вот по моему три раза нет я там мы выступали мы выезжали составе сборной сср мы выезжали в сан-диего потом и мы есть мы выезжали из владивостока в тот момент когда у нас во владивостоке по один из тренеров сборной работал а город владивосток стал попросим городу сан-диего и в рамках этого мероприятия мы 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 принимали участие в матчевой встречи по по что да да но они называли это по-другому это фри спарринг называли америка свободный спарринг да 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 вот и ну конечно это мы впервые увидели что такое профессиональный даже спорт потому что там с элементами профессионализма все равно присутствовало мы не девали экипировочные вещи и шлемы и все остальное было интересно собственно в начале девяностых вы подписали контракт в девяносто втором году до девяносто втором на выступление в соединенных штатах америки с кем вы контракт подписали с клубом нет промоутерская организация промоутерская организация которая нас вела нас было два нас было три человека из советского союза один парень был с омска один был с хабаровска и я был из стана да она получается нам делали предложение выступить вот выступать в мероприятиях проводящих крупной организации которая имела лицезию и пока я так понимаю что они двух штатах имели лицезии потому что мы выступали калифорнии в неваде то есть лас-вегасе и гос ангелесе сан-диего вот и да мне там я получается так что как подписал контракт это был наверное один мы очень много не понимали на несколько боев до контракт или как там подписан контракт на два года из промоутерской да вот что это что это значило я помню что ну это ну да это это были первые наши понимания вообще что о чем-то но узнаете и мне это конечно очень потом помогло моей жизни потому что я дальше когда вел ребят я уже понимал вообще суть этого персонального контракта и вообще обязанности обязательств и так далее да вот в 1992 году вы завоевали звание чемпиона мира пау шусон да 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 и вам руку пожал чак норрис знаете как было да просто надо понимать что железный занавес он тоже делал свое 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 дело да интерес к этим фильмам которые мы смотрели все-таки это железный занавес не приостановил этот информация информационный поэтому хотя он не было интернета тем не менее эти видеокассеты да которые наверное все смотрели в то время вот и конечно там чак норрис это такая звезда была да плюс ли и так далее самое интересное что вот момент это этот момент я никогда не забуду потому что я этот момент понимаю как как можно опуститься на землю да когда 12 раунд рубиться а потом понимать что ты выиграл и ты такое ощущение что ты конечно взлетел тут небо ты такой великий сразу да это ощущение есть такое потому что все вот все вот эти волнение все остальное они про полностью пропадает но эйфория очень быстро очень быстро наступает ну насколько я знаю чак норрис вам что-то сказал да была такая ситуация что вот здесь здесь все я не понимал и мы не понимали вообще что как это делается как это работает сейчас в америке да шоу-бизнесом так говорить да я в одиннадцатом раунде у меня была сечка и у меня кровь шла по лицу очень я постоянно вытирал перчаткой и что-то вытирал помню что-то вытирал постоянно и перенапечатки оставалась кровь и меня часто суде основал я меня вытирал обменяя вытирал кровь ну к этой обычная обычная стандартная ситуация и вот помню когда двенадцатый раунд закончился у меня был момент было много крови шло потом я думаю что меня даже остановит потом как-то что-то пошло это что ли не помню как-то было но когда и самое интересное после того как я спустился венингом от ринг-сайт в этом ринг-сайт в этом как раз углу в этом на переднем на ринг-сайт место находился человек который на помпу абсолютно белой рубашки белый отворот красиво модная рубашка это была строен такой подтянутый человек он стал да пожал мне руку и меня обнял и когда мне обнял с моей груди кровь перепришла на его рубашку я испачкил ему рубашку это вот это точно которым мы говорим чак норрис и я а вы знали что это чак норрис конечно мы же видели нас мы же видели что кто-то находится ну когда я дрался я это не видел никого честно говоря нужно не до этого но все понимают что не до этого когда я спустился и когда он не обнял и когда у него осталось на крови не было не очень чего хотелось мы же у нас такое понятие не как сейчас мне хотелось сказать ему давайте блин пойдем я посыраю вам рубашку неудобно пока кровь тем не но это как бы нормально потому что они это у них это это работа это рабовы людей которые должны быть всегда повсеместно а вечером мы с ним встретились на банкете но он был абсолютно одинаково такой же рубашки с таким же отворот такой рубашка но было черного цвета и я и хотел сказать а вот почему тогда черного не одели наоборот все сделать но вы знаете он 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 сразу привязал к себе и потом на банкете еще это было все разговоры поздравления что-то такое что мы были да нам было конечно он он как бы вел меня вот сразу эту жизнь здесь таких людей по завершении контракта в сша вы вернулись на родину не контракт у меня не закончился не закончился не закончился стало очень сложно вы сами уехали нет нет мы там и так было мы вы знаете у меня зародился у меня зародился сын я уезжал практически я же его не видел да и я его практически не видел дальше что он как там тимур эрик эрик да да я не родился и я понимал что супруге тяжело я понимал что супруге тяжело и как она там вообще находится связи вообще никакой нет но в то время да да даже когда мы пытались найти связь мы находили связь оттуда но она связь не доставала суда как-то вот 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 не было связи никому понимаете что только не под что только не придумай что только не подумаешь да и вот это накапливалось на самом деле психологически очень сильно то есть эта разрядка нужна была нужно было приехать хотя побыть посмотреть что-то сделать и вернуться из с новой силой без без проблем голове которые постоянно накапливаются и накапливаются вот и и мы просто уехали на короткое время мы просто поехали ненадолго на полтора месяца после изнаютных тренировок это всего все поездок по всей этой америке она начала нам она начала нам просто уже как бы надоедать и мы уже не принимали и вот буду так даже отрывали как-то но приехав домой я должен был возвращаться назад я не смог получить визу было очень сложно потому что уже здесь было сложно получить визу нам отправили в москву москве у нас документы не принимали потом отправляли в алматы то в алматы тоже когда сюда и мы уже уже проходило время полгода прошло и я уже просто что-то бессмысленно вот я помню вы как-то давно рассказывали что когда приехали у вас была куча денег и вы не знали что с ними делать ну скажите сейчас кто-то наверно понимает что делать с долларами наличкой в то время да в девяностором году я кто их вообще видел я и сам не видел никогда я не понимал и мы же не видели до доллара где а когда я летел с владивостока я полетел хабаров с хабаровская полетел в омск на новосибирск вот там меня ребята билет купили основе сиска в алматы трезь был я должен был купить билет но у меня не было рублей были только доллары а где я поменяюсь они таблиных пунктов и банки не принимали и самый интересный момент такая сноровка про это такая смекалка что ли мне сказали как-то говорили я помню что можно купить можно купить любые деньги учиться часовых мастеров часовщиков я нашел новосибирске часового мастера вот то ли это было в аэропорту то ли где-то было там да недалеко и просто когда сказал ему разменяйте мне доллары или как-то сказал он просто взял их сразу другие даже не брали и вот эту лупу свою который часы ремонтируют на пустил и так посмотрел со всех сторон а сколько за них хочешь а я понимать не могу я говорю мне нужно купить билет в алмату а вот так я тебе куплю вот мне получилось то я 100 долларов дала чтобы купить билет в алмату он мне купил билет в алмату сам то есть я не знаю цены доллара тогда по моему где-то 68 копеек но я знаю точно что рубль дороже был рубль дороже был но вы знаете надо понимать какой доллар если тварь космонавтики он был конечно намного даже дороже да а доллар там другом не знаю возможно в 1993 году вы открыли профессиональный спортивный клуб гермес профи вообще первый профессиональный клуб бишкеки вообще чья это была идея и долго ли вы вот вынашивали этот проект а что зачем мы вынашивать этот проект я по я понял как работает эта система в америке она очень логично до сегодняшнего она имеет очень хорошее понимание а если уже понимание об этой работе да она очень 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 стройно построена и очень правильно там монету министерств там есть комиссии такие ну там такая атлетическая комиссия да она несет ответственность за то есть ты все все свои деятельности проводящие атлетическую комиссию и но я видел как работает спортивный клуб профессиональный они да там там наверно востребованные спортсмены профессионалы и поэтому у них работает большое количество специалистов психологи врачи массажисты менеджеры у нас это было я просто хотел повернуть и сделать что-то подобное и у меня получилось да у нас была база в раздольном были все и врачи и массажисты и повара были повара 11 лет проработали с нами они вот повара отдельно тема причем вы сами финансировали да 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 я же во первых у меня были средства уже как я привезли не без денег я приехал во вторых да конечно я начал понимать что это нужно продолжать делать и сначала возможно что-то не будет получаться вот но объединив все эту команду которая команда которая допустим события помогает в этом всем в реализации этого проекта а ну вот как сейчас тоже работает же клуба но там работает только один тренер директор клуба и тогда и все остальное да ну это я не считаю что это такое особо перспективное дело потому что в любом случае со спортсменом должны работать специалисты я помню случай вы помните да она сагалия был у нас вот он очень был перспективный парень шел так хорошо мы вели 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 я с ним очень много работал и он вышел на уровень когда он должен делать большие победы реально серьезные победы и он где-то остановился вот он очень перспективный парень был вот может поэтому его не стало потому что сердцем какие-то параллели возникли все да и я не понимал что с ним мне помог психолог мне очень помог психолог то есть я я хотел совсем по-другому это решать мне стали решать вот так мне это помогло мы его мы его как бы вернули как бы да он мне не мог не говорить многие вещи но психолог психолог вытащил у него все проблемы мы проблемы эти решили он сказал пока не решите его проблемы не стоит им работать даже потому что он не будет воспринимать то что он делает это будет зря потерянное время что мы сделали и он сразу дал результат же после того он поехал еще в америку он привел там шикарный бой с очень известным человеком тогда да который кстати мелькал в во всех кассетах там уже в интернете тогда уже да и он провел шикарный бой вырыл окна там выходили что-то насчет поваров сказать повара особая тема знаете если общепит когда ты приходишь и ешь то что он было то что было сделано то что есть да и совершенно никому не интересно ты ел или как-то ел с удовольствием или нет да то наши повара понимали что кто-то что-то не ест и они сами корректировали его еду понимая то что вот он это все равно не съест он не будет это есть то есть я не знал индивидуально готовим ну и будем так говорить из какого-то количество ребят трое либо четверо они были вообще как на индивидуальном не потому что они были капризные а потому что они вот им хотелось на другую пищу я не реку за 11 лет они ребят больше знали чем я потому что они знали все про них а когда в столовой разговариваешь или раньше пришел пока ты готовит и с ними болтаешь они все про тебя знают и меня через поваров я получил информацию о ребятах с кем он подружился какая у нее девушка какие у нее проблемы там и так далее мне говорили об этом повара очень сильная психология кстати но финансируя сами свой клуб вам пришлось освоить много других по моему наук насколько я знаю сельское хозяйство свеклу вроде сажали нет наверное таким образом даже самолеты были да 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 это знаете вот вы помните тогда только ленивый не занимался на на бизнесом да либо купи продай либо там что-то еще либо ну как такого производственного человека такого не было это наверное наверное может быть это больше в россии как так называют цеха или как они назывались но все что можно было делать здесь у меня в моей федерации при федерации был коммерческий отдел я пригласил ребят чтобы они работали вот по честному пополам да мы работаем пополам да мы создать ну мне приходилось просто этот бизнес порой как бы помогать им при своих отношениях связях каких-то да может даже включался там мозгами да большей части но на коммерческий отдел хорошо работал и мы честно работали и мы они честно работали с нами ему мы могли позволить проводить ну смотрите провести чемпионат мира в бифкейке это было очень сложно по тем временам сумма сумма расходов на чемпионат мира составляла мы считали их в квартирах на тот день это было это было порядка двадцать пяти квартир трех комнатных но потом еще менеджерский подход вот знаете мне конечно я может быть не я не я не такой там мне не особо нравится америка это во многих ее проявлениях да но как работает сама система американская да там во многих вещах мне очень нравится и менеджерский подход мне очень нравится потому что все равно как бы там ни было вот например тайсон да тайсон ведь это проект да мы же понимаем что это проект да и этот проект будет работать пока вокруг него будут скапливаться средства его же не отпустит сама система не отпустит она все что угодно придумать лишь бы он продолжал свои деньги а неважно он победит будет побеждать или выиграть потом уже и как он закончится в свою спортивную жизнь карьеру да но статистика показала что вокруг тайсона не он а вот него заработали система заработала порядка девяти миллиардов долларов до сегодняшнего дня зарабатываются на днем деньги еще даже от их футболок и так далее это какие-то моменты и других вещей да и это проект это просто проект и надо понимать это что это проект когда я предложил страховой компании у нас открылась страховая компания бишкек лондон по-моему это называлась она английская компания потому что генеральным директором был англичанин когда я приехал англичан и предложил застраховать чемпионат мира открытие чемпионата мира и закрытие чемпионата мира он мне сразу не понял а потом когда я объяснил ему что я вам даю место рекламное место на на стадионе где будет очень большое количество зрителей большое количество людей да но вы мне взамен даете то что если будет погода испортится то вы мне выплатите портанные билеты на стадионе выплатите людям которые не могут их получить ведь все рискуют организаторы мероприятия рискуют а как они будут возвращать средства а ведь это потрачено проведение мероприятия большей части и он сказал да мне это интересно мы застраховали чемпионат мира он получил рекламную кампанию мы не хотели чтобы но в то же время как бы там ни было я застраховал темно я не хотел чтобы была погода плохая мы тринадцатого зале открытия была шикарная погода просто шикарная на стадионе октября октябрь месяц надо понимать что может быть и дождь и даже снег 17 октября закрытия на стадионе шикарная погода полный стадион людей тогда у нас сейчас 19 тысяч посадочных мест а тогда было 27 тысяч посадочных мест помните сейчас разобрали с улицами так это был 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 полная полная арена была 27 тысяч и на внизу мы сделали 5000 посадочных мест сделали да и он был полный заполнил это было больше 30 тысяч на открытие больше 30 тысяч на закрытие мне удалось собрать 60 тысяч человек на этом понимаете всем было интересно сколько звезд сколько ребят приехала но самое интересное 17 прошло закрытие а 18 снег пошел вот значит так природа даже постаралась и самое интересное что от лодерейная компания которая одна спонсора наша была она разыграла все таки по моей просьбе большой да я их очень просил чтобы как-то было было запомнить людям да и она свой миллион сомов разыграла и в чек выиграл там на стадионе саша за время существования клуба насколько я помню там было воспитана 12 чемпионов мира да а вот что нужно чтобы воспитать одного чемпиона значит говорить как тренер то наверное положить надо жизнь да во первых во первых действие здесь так здесь очень сложно говорить может ты тоже ты понимаешь что вообще одна что-то на что-то вообще на что-то вообще идешь какой ты хочешь сделать ты хочешь быть чемпиона мира я им я говорю самому себе но если я стал почему не станет ты хочешь воспитать так ты должен понимать что это очень это не просто работа с ним в зале там на сборах ведь это затраты это очень большие затраты чтобы он вообще ездил нарабатывал все бои при подготовке к этому большому титул и сама участвовать в поездке то есть очень большие вложения очень небольшие а очень большие вложения на самом деле да а потом надо понимать что он должен профессиональностью заниматься означает то что он должен быть как какой-то мере мотивирован да мать он был мотивирован в мотивации данной ситуации было это предложение нас от профессиональной бейка на которых они получали стресса в отличие от других клуб я никогда не делал процентное соотношение чтобы они оставляли все только потому что это были не такие большие деньги но хотя почему нет за раз они покупали машину многие ребята купили машину за один раз за одного боя имеется ввиду но больше как части чтобы они сами понимались и когда ты понимаешь что ты уже подошел к тому чтобы он мог мог им может им стать да помогло мне первое что в любительском кибосинге мы приняли участие первые приняли участие в чемпионате мира 95 году в киеве и тогда шапан шатманов в весе 51 килограмм стал чемпионом мира и в этот же вечер выступления был тогда как раз таки виталий кличко тоже стал чемпионом мира только тяжелой категории это это первые чемпионы мира да и это было доказательным тому что мы то есть это меня еще раз по такому потолкнуло на то что я могу это сделать у меня это получится а дальше пошло уже знаете это просто очень большое это много рассказывать надо это рассказать надо как-то не знаю обо мне или там о ком-то или как займет очень много времени но я говорю о том что это все эти чемпионы мира они признаны международными организациями я не некоторые из них становились трижды еще за время проведения множества международных турниров у нас бишкейки у нас побывало очень много именитых гостей это спортсмены звезды Голливуда это Бола Янг Синтия Ротрак Дон Вилсон еще ряд гостей тот же Костя Дзю как вы их сюда назывались в основном звезд Голливуда я приглашал через меня друзей из Америки то есть вы были с ними знакомы там да с Синдией Ротрак я был знаком с Дон Вилсоном я был знаком с Боу Янгом я не был знаком со многими другими тоже да как бы да но как-то вы знаете они же не поедут в Советский Союз они же не хотят ехать в Советский Союз они боятся потому что будущее когда я был сам в Америке нам такое говорили что мы в последний момент начали так же этому уже верить что это очень страшная страна где 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 людоедов очень много которые и там людей едят и потому что ничего больше есть но они приедут только по рекомендации других людей в Америке все на рекомендационных письмах находится если вы хотите на работу устроиться без рекомендации какого-то человека которого они должны знать и признавать его еще да вы не поступите на работу например то есть это рекомендательные вещи да только они ну и оплачивали проезды всему оплачивались то что они должны были быть ну побывав здесь они изменили свое мнение конечно конечно что это еще как Дон Вилсоном общение один раз несколько раз приезжал же конечно ну во первых знаете они вообще каждый день чему-то удивлялись понимаете ежедневно людям человеческим отношением быть в Америке человеческие отношения далеки от истинного отношения да они это видели они видели что люди здесь когда их встречают на очень хороших дорогих машинах они говорили я в Америке эту машину такую не видел то есть не означает что мы такие бедные либо мы такие вообще живем да кухня природа люди отношения наши отношения человеческие отношения отношения к работе их просто они восхищались вообще спорт дает много положительных моментов эмоций но бывают и как бы такие вещи не очень приятные допустим насколько я знаю в 1998 году команда Кыргызстана когда прибыла на турнир в США вас предупредили что возможно на вас готовится покушение было такое что там было вообще ну да много что было много много что было много что кто не знает об этом это было сначала это это произошло 97 в этом осенью 90 осенью 97 года мы по при поездке в Америку на мы ездили на проб и это организация которой я был когда-то я просто это продолжил эту деятельность только своими ребятами то есть я их я их представлял уже там да малик барбаша провел бой с очень очень сильным известным спортсменом ридом бугара он был француз марокканского происхождения причем мы с ним встречались видели его выступление девяносто пятом году на чемпионате мира когда он уже не был профессионалов он переходил профессионалы и он выступал из своей категории тоже который выступал малик и малик мне тогда помню говорил посмотрите какую чум вытворяет как он сильный какой он и маленький как-то очень как-то в него так проникся да и он говорит да я наверно тогда никогда таким не смогу стать потому что он такой вытворяет здесь высокое мастерство конечно было ну я даже слышал что они впоследствии друзьями стали они стали друзья им после первого поединка которую они провели и в лос-анджелесе это был девяносто это был сентябрь сентябрь по моему девяносто седьмого года для нас равном бою малик проиграл но он если по сути он морально даже не был готов к тому что когда мы приехали узнали с кем будет провести сам бой то малик был настолько удивлен и говорит вот я говорю ты должен понимать что ты должен радоваться тому что такой случай у тебя отдался потому что настоящий бейд будет радоваться ну неужели ты должен выбирать себе если сильнее соперник и он тебе даст возможность стать тебе тоже очень сильными в этом в этой ситуации он проиграл по очкам и нам дали возможность по контракту было прописано матч реванш мы провели ее через полтора месяца через полтора месяца мы изучили ситуацию мы очень долго смотрели понимали как надо с ним на всем готовиться а потом его самую верность ридона была я понимал что его самую верность его подведет я точно знал это и маленькую проставили и мы мы с ним от раз он он был очень его соперник был очень агрессивными агрессивная работа не было первого номера и мы поставили с маленького работу так у нас на встречную работу поставили до контратаке встречная работа и малик вот на встречном ударе четвертым раунде он нокаутировал причем с одного удара сразу право прямой ударил и тут упал и вот пожалуйста такая интрига и надо понимать что это надо понимать что это 1-1 они попросили матч реванша нового по американским правилам ты ему ты не можешь получить ранее чем по моему через три месяца три месяца у нас это 6 месяцев а у них три месяца и да мы провели третий бой мы к нему очень серьезно готовились мы провели в 3 января 98 года вот бой был в это к этому моменту самое интересное что ридон багара подписал контракт с лет буллом и он был когда он выходил ему пришили костюм из золота такой золотыми нитками и сам выход его до стоков настолько и красивым до что он просто блестках вес так ну тогда мы впервые ты видели это шоу впервые на для нас было вот чтобы так уходили да а вот было было просто очень сильное представление этого спортсмена когда начал с собой он шел кость в кость вот кость в кость в одиннадцатом раунде в одиннадцатом ради функционалка маленькая не подвела и он начал на переходить ну он уже прочувствовав его пошел первым номером и пошел пошел на обмен ударами но перебил он он перебил его я тогда помню эту ситуацию когда рефери остановил бой в конце одиннадцатого раунда от беззащитности ридона там было нанесено большое количество ударов и он уже просто вступился и остановил бой он был недовольный командовал недовольный секундант был недовольный я помню что он стал там на одну ногу показал что он не его не качает и все остальное да но это мне это не это не означает нокдаун это не означало нокдаун или нокаут да это было это было правило которое должен придержать рефери если ты нет не защищаешься большому количеству ударов то это может привести к летальным исходу это же понятно все рефери принял правильное решение он останет бой развел по углам малику дали победу но он стал владельцем этого пояса да самое самое то что произошло и то есть и пришло рядом багара не доходя до раздевалки потерял сознание в раздевалке завели он умер там то есть он может наверно будет живой может быть даже пока пока ехал в больницу но пока то что он сразу после поединка у него остановил сердце понятно что это наверное эти последствия были но потом обнаружилась другая ситуация что он период между вторым третьим поединком он провел несанкционированный поединок в тайском боксе и нарвался на колено и получил сильную травму голову он получил глубокий глубочайший нокдаун выиграл бой он или не выиграл я не знаю но говорили что такая была ситуация по сути ему нельзя было проводить вот этот бой да нет конечно как там в америке так строго при так строго относится к семе комиссии атлетическая американская комиссия она очень строго относится но по всей видимости тоже сказалось на функционалке сказалось понятно это на функционалке и поднялась на что это произошло да а почему вы говорите о том что об этом теракте который должен пройти это получилось так что в марте этого же года 98 года организация провела турнир памяти этого этого партия нас пригласили туда нам дали два боя во первых да но мальчик не 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 проводил он отходил еще от этого всего потому что когда мы уезжали из лос-санкции тогда не было ни одного места там заправка там что-то такое там супермаркет просто где есть телевизор везде по по сто раз показывали этот момент как умер этот парень и маленько показывали из него сделать какого-то героя там да который вы заходят рынке убивает всех понимаете что в этом роде америка любит рекламу и и промоутеры хотели на этом даже сыграть чтобы малеку дать хороший бой но малик после этого не вернуться на на персональный рынок у и Даже мы приехали в Москву, прилетели, и пограничник говорит, это ты убил американца, Малику говорит. Он не понял сразу, ну и ты же убил. Он говорит, вот как-то вот так получилось, даже какая информация. Малик, наверное, психологически сломался. Он не сломался, но он подавлен был на самом деле. Подавлен был. Да он же очень добрый парень на самом деле. Он настоящий воин, но очень добрый парень. И подавление было видно. И потом, когда мы уже приглашение получили, они пригласили Малика для того, чтобы... Малик, поедешь? Да, поеду. Ну, поехали. Прилетели. Как только мы прилетели, поселились в гостиницу, к нам пришли сразу в ФБР и сказали, что там есть информация, что братья хотят отомстить. И вероятен теракт. О, для нас это было, что такое там. Что я сделал? Тогда еще не слышали, да? Да, что такое не слышали, мы не понимали, что это такое. Но мы тогда... Надо понимать, что мы, знаете, что сделали? Мы почитали же ему здесь, в Ридону. Они подружились, на самом деле, хорошими друзьями стали тогда. Он только женился, причем у него молодая жена совсем была. Мы почитали и на видео сняли, мы почитали, его имя произнесли. И я эту кассету забрал с собой. Просто не знаю, почему забрал. У него 11 братьев было. Они все приехали туда, и было... Там еще люди приехали. Он был, ну, так получилось, что он, наверное, самым младшим братом, тем более, был. И они все решили. Что-то происходило, наверное, что-то предполагалось. Но американцы еще слухи увеличивают, понимаете? Это бывает такая ситуация, что... Ну, нас, за нами прикрепили уже охрану. И даже когда мы заходили в зал, там уже стояли... Мы проходили через эти все металлоискатели, все... Да, это было все. И с нами постоянно находились какие-то люди, которые нас сопровождали. Но мне удалось через моих друзей в Америке передать кассету братьям. И сказать им, что мы приехали сюда по своей воле, чтобы почтить его память на этом турнире. И мы сделали для него... Мы помянули его там. Его имя произнесли. И что это было по-честному. Это не было в какой-то ссоре на улице. Или окоп-вокоп какой-то, да? Да, официальный поединок. Да, каждому могло случиться что-то, да? И, может, и с Маликом могло бы такое случиться. Это очень повлияло на эту ситуацию. Когда мы пришли уже в зал, когда мы были... Ко мне братья подошли. Мы с Маликом были. Мы все обнялись. Все обнялись и все приняли. И Малик сидел прямо с его супругой, с братом рядом. Я не знаю, какого ему тогда было, что вот молодая жена и парень, который, получается, из-за которого он погиб. Но весь турнир мы там сидели. У нас проходили хорошие бои. Но мы это пережили, посмотрели, увидели. Малик после этого не захотел. Не захотел. Ну, вот такие, к сожалению, моменты бывают. И я знаю, Саш, вы практически для всех ребят были как второй отец, которые у вас тренировались. И вот еще один хотел момент вспомнить. Когда трагически погиб Али Парсуков, вы вызвались сопроводить его тело на родину. Это же вообще страшно должно было быть. Как вы вот решились на такой шаг? Ну, представьте себе то, что к тому времени Али у меня занимался уже... У меня был в клубе уже семь лет. Ну, это не маленький срок. Он практически все время жил здесь. Работал, тренировался. Ну, надо понимать, что... Была там такая ситуация. Тем более вы поехали не куда-то просто в Россию. Вы поехали в Дагестан. Да-да. Я бы мог поступить по-другому. Приехали бы братья, забрали бы его тело и увезли бы, да? Похранили бы, да? Нам неизвестна причина этого происшедшего, да? Предположения какие-то были, они есть. Но неизвестна причина, да? И она не имела отношения к спорту все-таки никакому. Это что-то там связанное к каким-то... Но он никогда не в криминале никогда не был. Как-то получилось, что так произошло. Вначале я думал, что мы попутали кого-то. Да я не знаю, какие-то эти моменты все. Но здесь это в другом. Он не чужой человек для нас стал. Он даже, когда женился, он первого своего сына назвал Анваром, в честь Анвара Ибраева. Да. То есть, видите, какая уже близость такая? В Дагестане он был уже таким, становился известным, потому что он двукратно чемпион мира стал. Но здесь он стал уже им. В поездках от Кыргызстана. Но, конечно, он гражданин России. Паспорт никто ему не менял. Он гражданство не менял. И он жил в селе Акса. Это самое большое село Дагестана, находящее на границе с Чечнёй. Я сам принял решение, что это будет правильно отвезти его, передать в руки родственникам. И я забрал с собой ребят. Вот. Джамбулат Амантаев, Анвар Ибраев, Малик, по-моему, был, Руслан Абазов. Ну, в общем, нас пять ребят я забрал. Все пять чемпионов мира. И мы полетели туда, в Дагестан. Это груз-200, да? Груз-200 мы до Москвы, потом Ахачкаву. Когда мы полетели в Москву, мы не думали, что там были сложности вот с этой поездкой, да? Но для того, чтобы у нас был билет на сразу на Махачкаву, который должен был лететь через часа, через три. Да? Ну, такое маленькое время, этот груз должен рассамаживаться. То есть, проходить там можно процедуры определенные. Независимо от того, что это груз какой, да? И, учитывая эту ситуацию, мы понимали, что мы можем полететь, а груз не полететь. Ну, Дагестанская диаспора там провела огромную работу, и мы когда уже... Я говорю, мы не полетим без него. Давайте подождем следующий рейс. Ну, они все... А там уже люди ждали уже все. И там лететь-то два часа было. И когда мы уже увидели, когда мы усилили самолет, мы видели, как гроб заносили в багажное отделение, прилетели... Как мы только сели, мы видели, в аэропорту было несметное количество людей. Где-то, наверное, тысяч 20 людей было, это точно. Потому что хвост от машин, когда мы ехали, он был просто на... Ну, огромное расстояние, очень много километров. И выносили из... Вот, смотрите, из самолета выносили не просто люди работающие, люди вышли на перрон и взяли и выносили этот гроб. Просто передавая друг другу, выносили на стиле... Насколько у него было какое... Такое у него было вот имя, какое уже в Махачкале. Ну, ты не Махачкале, а в Дагестане, да? Да весь Дагестан знал. По-моему, по тем временам, он в 97-м, когда он стал первый раз чемпионом мира, он, по-моему, вообще был чемпионом мира впервые во всех видах спорта. Вот. И когда мы... Потом мы поехали, гром был цинковый, по дороге они его поломали, вытащили тело, завернули в ковер. И вот... И повезли дальше, но это мы... Его отец был дважды герой соцтруда. И был долгое время председателем и руководителем этого большого хозяйства, которое он хотел сказать. Он был очень уважаемый человек. Вот. И, во-первых, уважаемый отец и сын, достигший таких результатов. Ну, вот, конечно, там были... Ну, смотрите, какая ситуация. Ведь мы приехали, меня сразу повели к дом, в комнату, где сидели пожилые люди. Аксакалы. Аксакалы сидели, да. И которые говорили мне, вам надо сказать нам, как он умер или погиб, для того, чтобы мы могли понимать, как мы должны его похоронить. Если или он кого-то обидел, или он или была месть какая-то, что это было, вы должны сказать нам. Ну, когда я сказал, что его невинание... Я тогда сказал вообще, как бы я понимал тогда, что это было возможно, это может быть случайный момент, но он ни в чем никогда не обозначил, что он чистый человек был. И у него была только цель добиться того, что он добился, потому что при жизни, когда отец его еще был живым, он обещал стать чемпионом мира. Он стал бы двукратно, кстати, стал. И тогда старики приняли, сказали, мы поняли, и похоронили его с рядом отцом. Но количество людей, я впервые вижу такое количество людей, чтобы он был на похоронах. Ну, уехали сразу. Нас хотели оставить, но буквально в следующий день утром встали, мы полетели домой. То есть я какой-то долг выполнил, да? Хотя, понимаете, что это же не я его привез сюда, не я его просил привезти или что-то. Это настояли его родственники, родственники, братья. Они очень просили, потому что мы с ним познакомились в Балтиморе, в Америке, на чемпионате мира, когда меня попросили посекундировать ему. И он был, он такой был, он был несобранным. Он был таким, который сам диктовал какие-то условия для боя и все остальное. Когда я его привел в себя порядок, перед этим я сказал, если ты не будешь слушаться, никто не хочет секундировать себя, потому что ты не слушаешь никого. Мы сейчас просто уйдем, и ты будешь без секунданта, это большой позор. Очень большой позор. Он начал слушаться, и они увидели, что я могу с ним разговаривать. Да что, у меня ребят мало, что ли, сильных. И это получилось, и тогда они попросили, чтобы он приехал сюда. И дальше продолжать профессиональную карьеру. Ну, вообще, это вот поколение было, наверное, все знали, кто такой, Жамблата, Монтаев, Шабан, Шадманов и все остальные. Но поколение было, я бы сказал, Саш, не только чемпионов. Вот, если сейчас вот сказать, да, что, когда вы были в Париже, и Малик Барбашев вместо там сувениров или чего-то взял два мешка пшеницы, чтобы посадить в родном колхозе. Или то, что, когда Шабан стал чемпионом мира, ему сказали, выбирай кобылу, машину, он сказал, дайте мне 200 тюков сена. Вот, какие времена были, какие вот люди, да, Саш? Я, знаете, я это не удивляюсь, потому что в жизни, когда мы же, мы же не просто встречались на телевизорах, мы же жили, это был клуб, живой клуб, профессиональный клуб. Да, Малик сделал это, Малик совершил этот поступок, можно сказать, да, но как бы, даже он, даже это благородство ему очень серьезно, серьезно пахло, потому что, когда я ему говорю, давайте мы, у нас есть время сходить в Лувр, посетить еще что-то интересное, там, еще куда-то сходить, да, в Париже, ведь это было компактно и рядом все находится. Я говорил о том, что это, вот это нужно понимать, что если ты приезжаешь, скажешь, я был в Париже, но не был в Лувре, тебе скажут, а что ты там делал это в Париже, например, или не был на Астанской, на башне, да, самое интересное то, что вечером познакомившись с одним парнем, который, ну, арабом каким-то, да, марокканцем, по-моему, даже, да, познакомившись с ним, мы ужинарили у него, он, как-то маленький, не знаю, как он с ним такого, тот понимал только французский, и с ним они на пальцах, о чем я не знаю, я ему говорю, как ты не знаешь, он мне говорит, да, кыргызский на французский очень похоже, и как-то они с утра решили поехать на рынок, и мне говорят, мы не поедем в Лур, можно на рынок съездим, я говорю, у нас 4 часа поезд, мы едем в Германию, в какой-то город германский, оттуда должны были лететь сюда, он говорит, мы успеем до 4, зачем тебе рынок, зачем тебе базар, у нас дурдо есть, поедешь, что хочешь себе купишь, ты же заработал денег сейчас, не, нам надо, 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 но не стал говорить, что пол четвертого, их нету, без 15-4, их нету, без 5-4, их нету, мне оставаться с жамбулатом, или что делать, я на нервах, бегут они через площадь вокзальную, уже мы стоим, прямо возле вагона, и тащат, два мешка каких-то несут, себе каждый, это было два мешка пшеницы, по 50 килограмм, 100 килограмм пшеницы, я говорю, что это такое, пшеницы, зачем, мне надо, хочу посетить, у нас что, нет пшеницы, у нас нету, долго не разговаривать, ладно, пошли, пошли, сели, нас не проверили, я говорю, надо же документы на них иметь какие-то, и так далее, ведь это же что, карантин, все, но мы прилетели сюда, и долетели, у нас никто так, мы довезли, четвером мы везли это два мешка, он посадил, в своем хозяйстве, в Тагмаке, так туда на следующий год приезжали все министерства сельского хозяйства, и многие эти приезжали, посмотрели, это высочайший урожай, вообще за всю историю Чистской долины, он какой-то особый сорт привез, конечно, он привез такой сорт, который дал такой урожай, огроменный, ну видите как, ну почему нет, классно же, ну и Шабан тоже, ну Шабан почему, потому что, кстати, хотелось бы сказать, что первый заслуженный мастер спорта Кыргызстана, это Орзубек Назаров, там, семикратный чемпион мира, а второй, номер два, это Шабан Шадмана, да, да, так оно и есть, да, у нас в очень сложности, в целом, в клубе, семь заслуженных мастеров спорта Кыргызстана, но это тоже, я считаю, достижение серьезное. Да, очень серьезное достижение. Ну, Саш, вы всегда, как бы, мы с вами, я не знаю, вы мне как друг, брат, даже могу вот сказать, что в 2003 году вы даже можно сказать, как я не просыхал несколько месяцев после смерти младшей дочки, после потери, и вы забрали меня в Аман, где вообще не продают спиртной, за что я вам очень благодарен. А ты помнишь, что мы познакомились с племянником султана Амана, который впоследствии должен был стать султаном, потому что у него не было сына, султана, а у его брата сын старше. А помнишь, какие машины, ребята, на тех машинах там ездили, они его прямо, они не понимают его статус, да, они говорят, давай, брат, приезжай, у него там такую машину, давай, Феррари. Он каждый день к вам приезжал. Каждый день, да, приезжал, и да, 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 да. Потом же у нас этот, Хаят, по-моему, да, в Амане, самый большой в мире Хаят, там даже памятник внутри гостиницы. Вот он нас там катал. Ну, Аман, это интересная страна. Смотрите, в Амане, в Амане мы провели матч-встречу со сбором Ливана. Вот интересно, что получилось же. Потому что Ливан приезжал на матч-встречу, мы в Ливан не смогли поехать по каким-то причинам, но мы эту встречу провели в Амане, кстати. Кстати, Валя Шевченко была. Ну, да, сейчас маленькая девочка была, но она хорошо выступилась, хорошо провела этот бой, молодец, да, и вообще ребята. Но самый интересный бой был, знаете, какой, если помните, это был Руслан Набасов? Да. Он проводил бой с личным телохранителем, личным телохранителем, вот, ливанского, ливанского руководителя, такой страны, да? Да. И по какой бы уже сумасшедший был. Ну, это на берегу моря. Очень красиво было. Там эйфория такая, не устаешь, да? Здорово, да. И вообще красиво. И самое интересное, что вы, и там были наши соотчетники, которые у нас болели. Да. А помните этот, пошли мы в парк гулять, и там это, тарзанка была, не тарзанка, как называется, на вышку забираешься, там тебя за ноги привязывают, и головой вниз прыгаешь. Мы с вами поднялись, просмотрели и сказали, прыгать не будем слишком высоко. Ты это придумал, да? Да. А сейчас вы прыгнули? Я, ну, достаточно, ну, как бы, да, очень много удержанностей было, особенно здесь, я ничего не боялся, когда не было тормозов, да? Мы, допустим, перепрыгнули через 2 метра, перепрыгнуть через 2 метра, перелезть, будем так говорить, без рук, через 2 метра на забор, мало кто мог делать. А мы в интернете это делали, потому что огромное желание было перепрыгнуть, посмотреть этот мир, да? Без рук, вот без рук, да, и такое было. Как это делалось, я не повторю, но многие вещи, касающиеся вот таких экстремальных, очень экстремальных вещей, да, они нужны тем людям, которым нужен действительно выброс адреналина, в прямом смысле слова, им это очень нужно. Да, конечно, бы я, наверное, прыгнул, но мне не нужно было выброс адреналина, у меня бы просто, вот каждый день было достаточно. Нет, мы же видели, там широкий ганал был, а когда мы туда поднялись, он стал вот такой. Я бы, наверное, и сейчас не прыгнул. Как вы говорите, адреналина хватает. Хватает адреналина. Вообще, мы с вами очень много путешествовали, можно сказать, по миру, очень много различных было случаев, и один из запоминающихся в Дебрицине был на Кубке Мира, когда один мужик там кричал «Кыргызы вперед!» Помните? Да, да, да. Это был Кубик Мира, да, по-моему? Да, Кубок Мира был. Но ведь там был, на этом Кубке Мира был приглашенный премьер-министр Денегрии, кстати. Кто вот это все больше всех говорил, кричал, да, этот человек, который потом к нам подошел, у нас был спорный момент за Кубок, это было мы со сборной России уже, тогда у нас была такая прям получилась борьба, кто больше медалей, да, у нас 4 медалей получилось, у России 3 медали, и мы выиграли команду за счет Кубка Мира. И человек, который к нам подошел, это оказался он мэром города Будапешта, помните, да, такой высокий, и он, самое интересное, что он как обнимал всех, как он там радовался, и мы говорим, а как вы, почему за нас, да? он говорит, так я родился же в Талате, он в Талате родился, тогда был Интергельполик, его папа работал там, и он до 7 лет жил здесь, а потом мы ехали только в Венгрию, да, и он, ну смотрите, Бутапешт, это очень большой, большой, очень серьезный город, стать городом. Мы во втором городе Венгрии были, в Тебрыцинке. Очень интересный, красивый город, да? Он же нам потом подарил еще поездку на... На Болотон. На Болотон, Болотон, помните, да? Классно было. Ну, Болотон считается в Европе, как у нас из Сыкуль, но, честно говоря, он... Большое Болото. Да, Большое Болото. Вы так и назвали, Большое Болото. Саш, в детстве вы закончили, насколько я знаю, художественную школу и даже выставлялись, и даже успешно, как я знаю. Как сейчас у вас дело обстоит с рисованием? Ну, хуже, чем в детстве, это тоже. Хуже, чем в детстве. Ну, тогда как-то это случайно получилось, что у нас надо было знаете, вот я понимаю то системное воспитание, которое проходило вот в интернете, там все-таки педагоги были очень, очень, конечно, сильные. От Бога, да? Человек, молодой человек, мальчишка, неважно, девчонка, должны быть заняты вот абсолютно. Но у них, наверное, должно быть свободного времени вообще. Ну, вообще нет свободного времени. Если он находит это свободное время, ему надо ловить это свободное время и что-то еще заставлять делать. Это важно. Ну, а почему получилось так, что мне нужно было идти туда, потому что у меня какое-то свободное время находилось до тренировок. И надо заполнять, и мне сказали, надо идти туда. Я не хотя пришел, не было такого желания, но при первом же моменте, когда я туда пришел, и когда нас учили просто карандаши наточить для начала, я не мог наточить, мне такой какой-то соревновательный момент получился, кто-то все-таки наточит. И нам нужна была похвала нашего мастера, да? И вот с этого уже появился интерес. Я люблю соревновательные вещи, и это тоже меня увлекло. Вот мы сидели, я полгода сидел, только мы сидели, ретушировали, что-то такое, как карандаш. Нажмешь, они делали нам очень длинную заточку, и силы больше дашь, и она ломается. Ломается. Вот карандаши были только одного, типа сегодня есть карандаши, которые, в общем, все что угодно, да? Да, и потом уже начал, я дошел до уже, до акварели, ну, акварель-то уже прошел до масла, да? Вот. Была выставка, на выставке у меня было 23 картины. Не знаю, мне вот сейчас понимают, что я бы, наверное, купил бы за любые деньги, если бы понимал, что это интересно, раньше... Но было маслом только одна, картина была, но мне, правда, когда я сделал масло, было сложно, мне масло помогало немного, она мне помогала, но в целую картину все-таки моя... Я сам сделал этот образ, да, который я хотел. Но они были на выставке, и это было здорово, но мне было стыдно или как-то неудобно, что ли, послал, чтобы ходили и говорили, что там картина, и не знаю, так было раньше, что как-то мы стыдились этого, сейчас, наверное, нет, а мы стыдились, что я там должен бороться, или там я что-то должен делать. А я тут рисую еще, да, там. Девчонок много там рисуют, мы тут рисуем несколько пацанов. Но тем не менее же, это мне дало очень много... Ведь я, например, начал по-другому видеть после этих красок. воспринимать начал по-другому. Я сейчас это воспринимаю по-другому. Мне очень нравится заниматься дизайнерским каким-то делом, что-то творить, что-то создать. Я по-другому вижу эти краски, абсолютно. Ну, в настоящее время, вот сейчас вы можете, когда... Я всегда говорю себе, что я хочу... Порисовать там что-нибудь. Да, если у меня карандаш в руке или ручка, я начинаю что-то рисовать. И всегда. Какая-то привычка уже. Я делаю какие-то стрихи и так далее, да. Каждый раз говорю, что я туда вернусь. Ну, пальцы стали очень грубые. Посмотрите на мои пальцы, да. Они стали грубые и очень... Постоянно напряженные. Я карандаш поломаю с полу раза сейчас. Надо возвращаться, надо идти. Это хорошее дело. Когда особенно лапы подержишь там, да, часа два без остановки, потом ты не только карандаш, ты и ручку сломаешь. Вот такая ситуация. Надо давать... Надо руки подготовить. Руки стали грубыми. Но в сознании это осталось. И в видении это осталось. Это все. Вернусь я к этому все равно. Вообще, в настоящее время у вас есть свой клуб спортивный, где вы продолжаете тренировать. Сейчас вы немного отошли, да, от воспитания чемпиона. Да, конечно, переоценка ценностей. Да, переоценка. Для чего это готовить? Вы знаете, в одного чемпиона мира будущее вложить надо столько, сколько нужно сейчас просто поработать 50 сми. Да, вот. Что сейчас важнее, да? Да и потом надо понимать, что ну что чемпион мира. Самое главное сегодня, для того, чтобы мальчишки ввести к какому-то уже точному, да, к какому-то, да, к какому-то званию или там, к какому-то титулу, да, нужно, чтобы в этом были заинтересованы в первую очередь родители. Ну, родители и есть самые заинтересованные лица в его успехах, победах и так далее. Если они этого хотят, да, но я сейчас вижу, что многие этого не хотят. Они хотят, чтобы он просто здоров мог за себя постоять, чтобы он был здоров, чтобы он был, чтобы его улица не сломала, улица, чтобы его не сломала, не поломала до его внутреннего состояния, мир, да, и чтобы он достиг, все хотят, чтобы он был успешным человеком, просто успешным. Но это я, я вижу, что это правильно. Я это очень сильно поддерживаю. Больше сейчас, я больше тренерам помогаю, опыт передаю. Мне это, мне нужно передать его, у меня же огромный опыт. Мне надо передавать, помогаю тем, кто готовится к каким-то важным боям, всегда помогаю. Ребятам помогаю, до Казахстана ребята приезжают, помогите, ну, почему не помочь, просто безвозмездно. То есть, я никогда не зарабатывал на этом деньги. Мне ни один человек не платил деньги за его обучение. Да? Ну, почему, мне надо, мне, я накопил огромный багаж знаний, просто огромный. Я вижу парня, который идет ко мне, я, после какой-то определенной работы, я могу сказать, какой у него пульс сейчас. Я его не буду к ним притрагиваться даже. Безожибочно практически. Ну, я могу сказать еще, то, что Валя Шевченко, я точно не знаю, но года три она у вас тренировалась. Больше четыре с лишним. Четыре года, да, потому что я на тренировки приходил, она стояла в парах с теми же Джамбула, там, Амантаевым, с теми же ребятами. Она храбрая. И Тоня, по-моему, тоже приходила. Тоня тоже, и Юля Борисова. А, Юля, втроем вот. Втроем, да. Юля Борисова, Тоня и Валя вот где-то четыре года тренировались. Во-первых, смотрите, когда они пришли, они пришли, они это более активно Тайквондо занимались. Да, они Тайквондо айти. Ну да, да, они занимались Тайквондо больше, потом, здесь нужно было руки вставить, руки вставить, стойку переставлять, все остальное. Валя была, всегда хотела подраться. Ох, она дралась, я не знаю, до какой степени с Бербеком своим мамем. Это страшное дело было. Я всегда старался, чтобы этого не происходило. Но она всегда давала ему, отвечала ему. Всегда. Они потом ровесники с Лешей Федосеем. Видите, они тоже как-то вместе, практически ровесники, они там год, по-моему. И вот они вместе выезжали на чемпионат мира в Италию. Она стала чемпионкой мира. Мы вместе ездили. Вместе ездили, она, да. Ей было 17, по-моему, или не полностью. 17 лет ей. А, 17 лет было, да. Да, вот 17 лет, она уже выиграла чемпионат мира. Слушайте, это 17... Вот кто у нас такой из... Вот правило, да, как бы... Если ты в юниорских выигрываешь, любительские чемпионаты, ты очень двигаешься хорошо в профессионалах, потому что ты уже более... более профессиональный к этому относишься. мастерства у тебя больше, чем у других. И ты можешь собой руководить внутренним состоянием даже. Вот Леша стал четырехкартным чемпионом мира. Валя достигла очень больших результатов. И Тоня... Они... Ну, и Юля, да. На самом деле эти были очень... Они, во-первых, надо дать должное, что они были очень трудоголиками. Целеустремленные. Целеустремленные. Валя как будто знала, чего она достигнет, да. Как будто бы знала. Может быть, у нее физически не была такая сильная, как сейчас, да. Я думаю, что она очень сильная сейчас физически, да. У нее не было спины, она левша. Она белая рука с руки, с левой. И чуть придавливала, потому что не хватало спины немножко. И в ее технике это просвечивалось. Но я... Я пытался исправить, но я понимал, что надо спину готовить. Я понимал, что она позаслет, у нее спина будет посереднее, она перестанет это делать. А вот сейчас смотрю, это осталось. Вот это момент осталось. Но она, видимо, уже привыкла, она может от этого уходить, да. Но это как бы проваливается немножко, да. Вот. Но смотрите, мы очень много поездили же. Да. Париж. Рим. Москва. Оман. По-моему, Алмата. Очень много городов, стран проездили. Но тоже надо было накатывать. У нас никогда не было финансовой помощи государственной, например, какой-нибудь. Либо еще. Мы уже уездили. И все это мы делали. И, наверное, накатали все-таки, да. И молодец, что она... Она вошла в свою жизнь уже с очень хорошим багажом. Мощным багажом. Поэтому ей стало легче там дальше. Все равно. Я знаю, в настоящее время, Саша, у вас есть какой-то проект по строительству международной спортивной базы, да, на Иссыкуле? Да. Мы у нас есть. Мы делали предложение уже. Наверное, может быть, он и будет осваиваться, да. Я вот... Смотрите, мы понимаем все, что... Или часто смотрим такие моменты, когда известные спортсмены перед очень важными мероприятиями своими, да, включая Олимпийские игры, ведут, несут подготовку на Иссыкуле. Это же... Мы же знаем, и их много, этих спортсмены. Вот даже Дива Бива. Вот и другие. Сборная России по боксу. Казахстан. Они многие сейчас осваивали Иссыкуль как подготовку... Первую подготовку в Среднем Горе. Первый этап подготовки. И даже два этапа делали. Три этапа делали. Юрий Барзаковский. Олимпийский цикл. О, Юрий Барзаковский. Знаете, какая интересная история? Он готовился на Иссыкуле. Предолимпийский цикл он подготовился на Иссыкуле, готовился все время на Иссыкуле. Он уехал по Фине. Практически с Иссыкуле получается. 2004 год. Он стал олимпийским чемпионом и сделал рекорд олимпийский. Да. И это была очень хорошая подготовка, которую он провел все-таки в Иссыкуле, в Среднем Горе. Он средневек же. 800-1500, да? Да. Вот. Он сделал 800, рекорд сделал. Следующая олимпиада. Я директор государственного агентства. Я министр спорта, можно сказать. Я еду в Пекин на олимпиаду, он бежит. Четвертым приходит. Даже тот рекорд свой не... сделал. Я встречаюсь с ним. Подхожу к нему, поздравить его, или поддержать, я не знаю, да? Просто поздороваться, да? Он дает интервью российскому каналу. Я слышал, о чем они говорят. Вот я стою, жду, когда он закончен. И он говорит, федерация сделала неправильный выбор, место подготовки. Мы поменяли базу на Иркутск, потому что по часовому поясу Пекин был в одном поясе, да? Она была в Киргизии готовиться. Мы сделали большую ошибку. Он сам доказал о том, что да, вот она, вот где надо готовиться, и ты будешь функциональный, да? Вот это тоже как доказатель того, доказательство того, что это нужно было делать так, да? Эта база, она просто напрашивается, чтобы она здесь была. Она будет наносить статус международной, конечно, базы, но это услуги, которые очень интересны. При предоставлении сертифицированных объектов, то есть дорожек, ковры, покрытия, вот, даже покрытия на спортивной площадке, где играют баскетбол, волейбол или гандбол, должны быть, отвечать требованиям по проведению олимпиад. Скажем, это отсок мяча, трение. Если оно будет другим, то другого, ну, например, французская компания The Floor, у них такое покрытие, и все проводят олимпиады, на это покрытие проводятся. Так надо там делать это покрытие, и тогда люди будут понимать, что они будут приспособиться, и будут понимать, что это не то покрытие, которое там, где можно без, которое опасное, может быть, скользкое, или отсок мяча жесткий. Тогда они будут приезжать. Если ты предоставляешь все эти услуги, предоставляешь медицинский контроль, восстановительные процедуры, хорошие спортивные залы, а высота 1600-1700 метров, это же золотая середина для подготовки людей, которым необходимо повышение функциональной выносливости. Там, наверное, за год-два окупится это все. Конечно, это высококупаемый проект, это высококупаемый проект, но он должен носить статус, наверное, даже национального проекта. Это тот момент, когда спорт не будет требовать денег, а будет еще приносить прибыль государству. Ну вот, раз уж мы заговорили об Иссыкуле, и вы вспомнили Диму Бивола, сейчас у всех один, очень многие спорят о результате боя. Ваше мнение, Саш, из Битермии. Да, 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 да. Я могу сказать так, что если правилам придерживаются правил, придерживаются правил, да, профессионального бокса, предпочтение вообще, конечно, всегда отдают тем людям, которые более активны в конечных раундах. Почему они чемпионские раунды? Потому что они дают больше предпочтения, нежели предыдущие, да, это 10, 11, 12. Вот. Да, конечно, эти последние раунды были все-таки за Артура, наверное, да. И потом манера боя, которая, мы понимаем, что она более такая, которая более, может быть, агрессивная, да, больше, более жесткая, да, и так далее, такая, которая постоянно преддверие какого-то жесткого удара, который приведет к какому-то нокауту, нокдауну и так далее, да. Ведь весь профессиональный бокс, спорт в целом, он зависит от зрителя, от зрительской отдачи, от аудитории, в любом случае зависит. Если это была скучная аудитория, то, конечно, это интересно будет дальше продолжение быть, продолжать быть. Ну, конечно же, я понимаю, что профессиональные спортсмены, промоутеры, да, они, конечно, предпочтение не отдают, да. Ну, и там, я вот, ну, мы же провели огромное количество профессиональных боев в Америке, скажем так, да, ведь там предпочтение все-таки отдают тем людям, которые более, более смотрибельные, более, там, агрессивные, что ли, да. Даже вот я, тогда было правило второго удара для Лас-Вегаса, штата Невада, да, что после первого удара, когда ты отправляешь на гдаун соперника своего, да, не остановить бой в Неваде, это правило распространялось, рефер должен это сделать после второго удара, но это опасно, может по-разному закончиться, но зритель требует более, больше, больше крови, больше зрелищ, больше всего. И второй удар позволялся делать, и если какой-то сход был неблагоприятный, да, то рефер не несет ответственность. То есть, вот это к этому приводит. В данной ситуации, конечно, наверное, все-таки вот Дима либо перегружен, либо недогружен. Но нужна наука, нужны специалисты, которые сказали бы, да, что он перегружен, либо недогружен, ведь сегодня многопараметральный анализ крови может дать любую информацию о человеке, в каком состоянии даже был, вы же понимаете об этом. Но мне показалось так, что он конец, и я не могу дать, я не говорю, что ничья должна быть, для промоутера была бы лучше в случае ничья, потому что в любом случае они попросили бы другой бой, потому что ничья, это как Бетербеев сказал, не поставили точку на дверь, это не поставленная точка на дверь, она бы вернулась к этому моменту, но для промоутера это было бы интереснее, потому что он видит опять этот бой, и надо закончить, и надо поставить эту точку. А в данной ситуации отдали победу тому, кто был просто в данной ситуации активнее, он, Бет Дима, не проиграл. Вот он не проиграл, может быть, для меня, но он же не выиграл. Представьте, дали бы победу Бет Диме, то какая бы волна недогадования была со стороны того угла, то есть вообще того, то есть всего мира может быть, мы же не знаем, но мне показалось, что, наверное, где-то все-таки правильно. Мне очень понравилось то, что Дима сам сказал, Дима согласился с этой ситуацией и не пошел на то, чтобы разбираться, он просто не захотел оправдываться. И он делал правду. Это очень хороший поступок. Поступок человека, который заставляет тебя уважать, да? И я так считаю. И в то же время я понимал, что если Бет Диме выиграл, то ему зачем бы? Зачем ему реванш? Ну для чего ему реванш? Если только для денег, а другой ему... Ну зачем доказывать доказанное, да? Так получается. И потом возраст. Ну не знаю, что там будет, но мне так кажется, мое мнение, как человек, который очень прошел много профессиональных боев и всего остального, да? Мне кажется, этого боя не будет больше. Ну, как говорится, поживем-увидим. И в завершении, Саш, наверное, пару слов нашим телезрителям, что бы вы хотели пожелать любителям спорта? Ну, знаете, наверное, мир делится на любителей спорта и на профессионалов, и на профессионалов, да? Каждому, наверное, свое что-то, конечно, да? Но я бы хотел пожелать всем, да? Вот, что бы там ни происходило, как бы там ни было, для того, чтобы спорт продвигался дальше, для того, чтобы культура спорта, культура физической культуры, самой, да, как таковой, да, здоровый образ жизни и все остальное продолжалось, нам нужно... Миру нужен мир. То, что сейчас происходит, я вот в своем возрасте, да, и в том, в чем, в каком состоянии я сейчас нахожусь, меня очень сильно это беспокоит. И я не хочу разбираться, кто прав, кто не прав, я просто хотел бы, чтобы на земле не было этого никогда. Давайте мы будем встречаться в ринге, на татаме, на ковре, я не знаю, давайте возьмем шпаги и будем рубиться на шпагах, но только давай на электронных шпагах. Давайте мы будем ездить на велосипеде, и бежать, кто быстрее, кто быстрее плавает. Нет проблем, но давайте не будем мерить с оружием и так далее. Будем жить в мире. Да, я хочу всему миру пожелать мир. Ну, а я напомню, что у нас в гостях был чемпион мира 1992 года Павел Шусанда, заслуженный тренер Кыргызстана, президент Федерации кикбоксинга Кыргызской Республики Александр Хусейнович Войнов. Спасибо, что пришли, Саша. Спасибо. До свидания. Поговорили. Поговорили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok